Сейчас коротко о главных событиях. Переизбыток нефти Аль-Бадри призывает к снижению добычи. Американские горки на российском рынке, иностранные инвесторы распродают акции ликвидных российских компаний. Золото экономисты прогнозируют дальнейший рост. А теперь подробности. Генеральный секретарь ОПЭК Аль-Бадри призывает принять меры по снижению добычи нефти. При этом он считает, что проблема касается не только стран-картеля, но и экспортеров, которые в него не входят. Выступая на конференции в Лондоне, Аль-Бадри в частности сказал, что рынку необходимо заняться проблемой избытка. Как видно из предыдущих циклов, когда избыток начинает снижаться, цены начинают расти. С учетом развития ситуации, ее следует рассматривать как проблему, над которой страны, входящие и не входящие в организацию стран-экспортеров нефти, должны работать вместе. Да, ОПЭК в прошлом году повысила добычу, но избыток возник в основном за счет стран вне ОПЭК. Аль-Бадри также подчеркнул, что возобновления инвестиций в новые месторождения нефти невозможны при действующих ценах. Он ожидает, что ситуация на мировом рынке начнет меняться в лучшую сторону уже в этом году. Тем временем, государственная нефтедобывающая корпорация Саудовской Аравии, Saudi Arabian Oil, не намерена снижать инвестиции в нефть и газ, несмотря на обвал нефтяных цен, как сообщает агентство Bloomberg. Глава корпорации Халида Аль-Фалих заявил, что за счет снижения издержек ему удалось сократить расходы, поэтому руководство компании не планирует замедлять инвестиции в нефтегазовые проекты. Он также отметил, что в настоящее время рассматриваются различные варианты проведения IPO, включая размещение акций на зарубежных биржах и вывод отдельных подразделений госкорпораций на фондовый рынок. Глава компании спрогнозировал рост спроса на топливо. Он ожидает, что в ближайшем будущем спрос сравняется с предложением, и тогда цены на нефть стабилизируются на умеренном уровне. Обратите внимание, завтра в 22.00 по московскому времени будет принято решение по процентной ставке ФРС США. В это же время будет сделано заявление Федерального комитета по открытым рынкам ФОМС по краткосрочным процентным ставкам. Аналитики Банков Америка и BNP Paribas предполагают в длительной перспективе нисходящий тренд пары евро-доллар. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Иностранные инвесторы распродают акции самых ликвидных российских компаний на фоне растущей нестабильности фондового и валютного рынков России, сообщает Bloomberg. Проанализировав данные на российском фондовом рынке, агентство отмечает, что разница в цене на бумаге российских компаний, торгующих в стране и за рубежом, в конце прошлой недели сократилась до минимального значения за последние 12 месяцев. Иностранные инвесторы стараются найти для своих денег менее рискованные активы. Bloomberg цитирует слова инвестиционного менеджера Blackfriars Asset Management в Лондоне на Анастасию Левашову. Иностранцы могут быстрее продать российские бумаги и инвестировать в другие развивающиеся рынки, где они могут получать относительно неплохие доходы с меньшим риском. Местные же инвесторы более устойчивы к американским горкам на российском рынке и скорее готовы придержать свои акции, поскольку и альтернатив у них меньше. Google и правительство Великобритании достигли соглашения о выплате американской интернет-корпорации 185 миллионов долларов недополученных казной налогов, говорится в официальном заявлении. Речь идет о налогах, которые Google должна была выплатить британской казне, начиная с 2005 года. В Google сообщили, что профильное министерство согласилось на то, что налогообложение теперь будет осуществляться, исходя из истинных объемов и размеров бизнеса компании в Великобритании. Как уже сообщалось, крупные международные компании, такие как Facebook, Apple, Amazon, eBay и Google, регистрируя в других государствах доходы, полученные в Британии, обманывали власти страны. По данным СМИ за последние годы, эти компании сэкономили около 650 миллионов фунтов стерлингов, пользуясь несовершенством британской налоговой системы. Цены на золото растут благодаря ожиданиям, что на фоне слабой мировой экономики у Федеральной резервной системы будет мало шансов повысить процентные ставки в этом году. В понедельник стоимость золота поднялась до 1104 долларов 40 центов за унцию. Фьючерсы в США подорожали на 8 долларов 70 центов до 1105 долларов за унцию. Аналитики ожидают, что на совещании Комитета по работе на открытых рынках, которое пройдет на этой неделе, ФРС оставит процентные ставки на уровне от 0,25 до 0,5%. Главный аналитик WingFung Financial Group в Гонконге Марк Тон отметил, что учитывая нестабильность на финансовых рынках, ФРС, вероятно, не сможет часто повышать ставки в 2016 году. Если золото в ближайшие дни удержится выше 1100 долларов, это может означать дальнейший рост, возможно, даже до 1200 долларов в ближайшие месяцы. Первый.